меня зовут вера сыночек у меня евгений женя нам пять с половиной существует ряд проблем его поведение поведенческие особенности которые мешают его дальнейшему развитию в эти особенности входит то что у нас нет речи на данном этапе куча звуков слов каких-то таких вот но слогов скорее всего можно так сказать букв звуков много всего но речи нет несмотря на то что мы занимаемся дефектологом логопедом уже два года также мы ходим бассейн постоянно живем на природе контактируем с животными также у нас присутствует стима кручение верчения предметов в руках мы так скрежет зубами ушел правда был скрежет зубами сейчас вот этого нет слава богу о том что у нас еще мы убегаем убегаем на улице когда ходим гулять он постоянно движение ребенок только активный залезает на высокие лестницы ну все что все на что можно залезть все эти предметы они как бы наши ну то есть ребенок убегающий но мы как бы с этим как бы примирились мы его догоняем снимаем объясняем муж его поставил на роликовые коньки мы катаемся на роликах научил его кататься на велосипеде самокате то есть маленечко мы вот эту активность у него сняли плюс еще бассейн вот то он как у немножечко у нас под успокоился в этом плане из минусов еще конечно у нас он сам не кушает то есть его надо кормить и конечно один из самых больших минусов еще то что он все-таки по маленькому в туалет ходит только когда я увожу по большому сожалению пока никак не приучается он боится горшка панически просто боится унитаза то есть он даже не дает на него и точнее он не дает чтобы его посадить то есть вот он в этом плане у него какие-то случаются нюансы и истерики мы пока не поняли еще как это сделать бывает конечно у нас истерики но они конечно крайне редки это в основном касаемо когда что-то ему не даем ну то есть он что-то очень хочет ну там к примеру чтобы мы ему дали планшет с мультфильмами мы как бы крайне редко это делаем но там может закатить истерику по этому поводу так что еще у нас планшет вроде бы все наверное так сразу прям всех аспектов не упомнишь поведенческих а ну про игры не сказала в кроме конечно как обычные дети мы не играем то есть игры у нас такие с достаточно странные мы выкладываем в рядки фигурки причем это разнообразные предметы просто мы их рядками укладываем крутим предметы вертим любим конечно вот эти вот типа юлы игрушку которые крутятся ну правда мы научили его играть в конструктор и в железную дорогу вот паровозики мы еще можем по железной дороге покатать опять же это без озвучивания без как бы ну там мама озвучивает женя тоже вот играется возит паровозики собственно говоря наверное все больше особо ничего такого я не помню наверно да очень надеюсь на выздоровление моего ребенка полное исцеление потому что я честно говоря врачам не верю вот и в диагноз тоже не верю там был сам начала никто меня пока еще не переубедил потому что как бы ребенок у меня открытый добрый он смотрит в глаза у него есть зрительный контакт он любит обниматься я считаю что надежда не потеряна и вот до конца он как бы уверена что мы поправимся все у нас будет хорошо очень рада что мне гуля подсказала контакты вашего центра вот очень надеюсь что все получится и спасибо вам огромное за то что вы делаете доброго вечера хочу рассказать о помощи которую я получила после сеанса а именно 14 октября прошлый вторник я дозвонил что-то и до получила на самом деле больше чем ожидала я получил помощь даже не своему ребенку а по большей части себе потому как на момент за моего звонка у меня очень сильно болело горло болело так что я просто напросто даже не могла глотать ну то есть говорить глотать не было очень плохо вот состояние моего было на самом деле очень печально вот я дозвонилась и мы сделали сеанс так вот я что хочу сказать что после сеанса меня просто вырубила и я проспала где-то два с половиной три часа потом я проснулась и такой момент ангина конечно не было давно но тогда когда я ими болела это где-то около десяти лет назад я вылечивалась от ангина где-то около недели мне необходимо было чтобы выправиться хоть как-то вот здесь побиты все рекорды три дня причем на третий день уже к вечеру я чувствовался так что как будто я не болела совсем то есть вот такое состояние у меня было помимо того что я вылечилась так быстро у меня еще какой-то душевный подъем я даже не могу это объяснить такое ощущение что я улыбаюсь и внешне и внутренне вот откуда-то взялись какие-то дополнительные ресурсы или силы но я с первого дня то есть с пятнадцатого числа со среды я каждый вечер делаем медитации от юсефа слушаю сказки вместе с ребенком причем сейчас я буду оставлять их на ночь на целую то есть я их включаю с вечера и до утра они у меня включены вот теперь об изменениях которые я заметила по ребенку мой ребенок стал реагировать на мои просьбы то есть в контексте того что он раньше вообще либо не понимал либо делал вид что не понимает то сейчас он прислушивается к тому что я ему говорю и достаточно хорошо реагирует на них то есть не как раньше он бы там выразил свое недовольство и не делал то что я его попросила сделать а сейчас он как бы даже иногда какие-то просьбы я его прошу и он это выполняет вот это конечно настолько меня удивило и очень стал у него происходить взаимотесный контакт с животными с домашними хотя раньше он их вообще просто не замечал то есть они были и как бы ну а тут он просто начал вот какие-то действия включать собаку в процесс своей игры собака правда этого не понимает потому что достаточно уже пожилой пес у нас как бы вот ну в общем то у них как какие-то налаженные взаимоотношения стали вот за эту неделю вот потом что еще еще я хотела отметить тоже положительное очень изменение до звонка давиду где-то наверное уже недели три она занятия с дефектологом у нас происходили как по очень-очень бесконтактно он истерил плакал пытался убежать то есть если до этого мы нормально занимались и потом произошло что-то ну то чем мы не знаем он прекратил заниматься дефектологом занятиях то есть полный полная забастовка то есть мы приходили к ней на занятия как бы и он отказывался то есть это истерика падание на пол вырывание то есть кидание вот этих всех предметов с которыми производили занятия вот и вот после сеанса мы посетили в четверг занятия и потом вот вчера в субботу вот в четверг он уже как-то проявил какие-то интересы и вот вчера в субботу он даже воздушный поцелуй слал дефектологу вот она расценила это как способ не заниматься вот ну собственно говоря занятия прошло неплохо то есть по сравнению с теми неделями которые мы бились и ходили просто так то вот он как бы сейчас он уже проявил какой-то интерес это очень радует потому что он так что я прям очень очень благодарна на самом деле я даже не могу высказать вот и послушание заметно улучшилось то есть если раньше я очень сильно напрягалась на улице потому что он у нас убегает то сейчас мы какой-то более спокойный он держит меня за руку спокойно ну вот как то вот так и я надеюсь что дальше будет больше я прям очень воодушевлена спасибо еще раз от чистого сердца я вас очень сильно благодарю спасибо